Помощь никогда никому не помешает. Но согласитесь, одно дело, когда сами что-то делаете, но не справляетесь. И совсем другое дело, когда получаете помощь, но сами при этом ничего не делаете. Так и с лишним весом. Вы считаете калории, увеличиваете дневную активность, но вес стоит, и вам нужна помощь, чтобы сдвинуть его с места. И совсем другое дело, когда менять свой пищевой рацион никто не собирается. И гулять вместо вечера на диване тоже. Но 5-10 лишних килограмм торчат из одежды, и это ой как не нравится. Но заниматься собой нет времени и желания. Но есть возможность купить себе чудо-средство, и оно само вас похудеет. Вы будете отдыхать, а оно сделает все за вас. Круто ведь? Полный инклюзив, 5 звезд. Я вот думаю, может все сказки, которые нам читали в детстве виноваты. Помните? По щучьему велению, по моему хотенью. Или вот это, ложись спать, утро вечером мудренее, из царевной лягушки. На, куколка, покушай, мое горе послушай, из Бабы Яги. Ну серьезно, все проблемы решались сами собой, без особых усилий. Ровно такую же сказку хочется в Снеженивес. Всем привет! Я Светлана Никичук, не сказочник, а дипломированный нутрициолог и фитнес-тренер. Сегодня расскажу вам о средствах для похудения, их побочках, и почему вам они точно не нужны. Все средства для потери веса делятся на несколько групп. Аноректики, которые снижают аппетит. Их чудесное действие связано с влиянием на головной мозг, а именно угнетение отделов, отвечающих за чувство голода. Что ж плохого? Объем желудка сокращается. Вы едите меньше в разы и абсолютно спокойны к еде, но ровно до момента отмены препарата. Как только действие на головной мозг закончится, организм будет наверстывать упущенное в двойных дозах, а аппетит выйдет из-под контроля. Кроме того, в период приема возможны бессонница, нервные срывы, перебои в работе сердца, тошнота, сильные головные боли, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта. Все это потому, что отделы головного мозга отвечают за разнообразные функции. Жиросжигатели, название говорит само за себя, подразделяют их на две подгруппы. Первая воздействует на обменные процессы. Обычная пищеварительная система сама регулирует количество жира, которое нужно расщепить, а от остального нерасщепленного просто избавляется. Под действием жиросжигателей перерабатываются все жиры. В результате этого глицерин и жирные кислоты попадают в кровь и получается прямо противоположное действие. Вторая блокирует усвоение калорий. Принимая эти препараты, нужно помнить о правильном питании, так как они блокируют ферменты, расщепляющие жиры, и они выводятся из организма в неизменном виде. Жидкий стул при погрешности питания обеспечен. Хочешь жирненького, приготовься сидеть дома, недалеко от санузла. Когда вы перестанете их пить, а этот день настанет, потому что всю жизнь их пить невозможно, в организм начнет поступать слишком много жира. И это будет как выстрел из пистолета на старте гонки для нарушения обмена веществ, дефицита макро- и микронутриентов. Следует уделить внимание гормонам, так как они, особенно половые гормоны, зависимы от жировой ткани. Следующее, это слабительные и их действия направлены на скорейшее выведение пищевых масс, чтобы макронутриенты из них не усвоились. Кишечник при этом становится ленивым и самостоятельно работать не сможет, когда этого захотите вы. И это вас заставит обратиться снова к этим же препаратам, либо к врачу. Помимо этого возникнут дефициты, так как все, что вы съедаете, не успевает усвоиться. Сначала вы действительно будете худеть, но потом организм адаптируется и будет успевать усваивать максимум из того, что есть и вес замрет. И как итог, атония и расстройство кишечника. Мочегонные выводят жидкость из жировой клетки, уменьшая отеки. Но если вода быстро восстановится в клетках после прекращения приема диуретических средств, то кальций, калий и натрий быстро не восстанавливается. Ухудшается состояние волос, ногтей, кожи и сильнейшая слабость. Микрокристаллическая целлюлоза, МКЦ, таблетки, которые разбухают в желудке и в результате быстрее наступает насыщение и дольше нет чувства голода. Они действуют как энтеросорбенты. Самые безопасные, так как не оказывают никакого влияния на организм, сокращая лишь размер порции. Огромный плюс этого налаживают работу кишечника. Их комбинируют с аноректиками. Сюда же относятся инъекционные препараты, липолитики, которые используются в эстетической косметологии для локального скульптурирования фигуры. Истончают жировую ткань толщиной до 6 см. Побочные эффекты, а точнее осложнения, как у любой инъекции, от покраснения, отека и раздражения до абсцесса. Существуют также лекарственные препараты, у которых побочное действие – это снижение массы тела. Например, противосудорожный препарат, который применяется при лечении эпилепсии. Препараты для лечения инсулинорезистентности. Я не буду называть эти препараты, их легко найти на всех маркетплейсах. И описание каждому препарата начинается со слов «Пожалуй, лучший препарат для похудения». Но теперь вы знаете, к чему они приводят. Вы должны точно представить себе, что эти препараты назначаются врачом. Когда у пациента от второй и выше степени ожирения, а не когда мне лень и у меня лишних 5-10 кг. Любой из них я могу заменить доработкой в питании, в зависимости от того, что больше беспокоит. Продукты, содержащие клетчатку, разбухнут и вызовут насыщение быстрее, как и микрокристаллическая целлюлоза. Если наладить питьевой режим, то вода не будет задерживаться. Организм и сам регулирует усвоение жира. Вам нужно только помочь и не переборщить. С аппетитом и пищевыми привычками также можно работать без тяжелых препаратов. Тем более действие на организм человека до конца не изучено. И появляются все новые исследования, которые доказывают взаимосвязь с заболеваниями, такими как онкопатология. По этой причине в 2020 году в США был запрещен один из препаратов группы аноректиков. Но на наших онлайн-магазинах, пожалуйста, любое лекарственное средство или БАД, связанное с риском воздействия на ваш организм от аллергических реакций до системных заболеваний. Поэтому вмешиваться в тонкие настройки может только врач, который знает ваши особенности и состояние здоровья по результатам обследования. Идти в аптеку и по совету кого-то там, кому помогло, покупать достаточно серьезный препарат, такая себе идея. Он серьезнее антибиотиков, которые многие сами себе назначают направо и налево. Но если в случае с антибиотиком он уничтожит вашу микрофлору и вызовет устойчивость и резистентность к этому препарату, то с препаратами для лечения ожирения все гораздо сложнее. Это как дать трактористу испечь макароны, если вы понимаете о чем я. Очень страшно, когда человек берет в руки средства для снижения веса или диету и не задумываясь о последствиях пользуется. Я перестала использовать в своем коротком курсе кетодиету, именно потому, что не могу проследить за каждым. А тем временем диета при неправильном использовании накроет углеводным цунами. И я при этом очень переживаю, поэтому отказалась. Сознание людей затуманено. Они что-то читают в интернете, что-то им советуют. И в результате здоровая женщина с 10 лишними килограммами идет в аптеку и покупает препарат метформина, чтобы похудеть. Это дикость. Но это реальный случай. Сейчас он наблюдается у эндокринолога по поводу сахарного диабета. А сколько случаев, о которых никто не знает. Желание быть стройной доминирует даже при заведомо известных осложнениях. А смертельный случай в 2019 году, когда молодая девушка 5 месяцев принимала аноректики и похудела на 17 килограмм. Но умерла от осложнений после гриппа. Конечно, не было доказано, что прием препаратов и смерть взаимосвязаны. Но явно иммунная система была подорвана. А как можно еще подумать, когда человек мало спит, мало ест, но при этом очень активный? Это значит, что он живет на износ. Расходует запасы. Неизвестно, насколько здоровой была девочка. Если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, желудочно-кишечным трактом и нервной системой, то даже и думать не стоит, и тем более при сахарном диабете. Очень много противопоказаний. В странах ЕС сибутрамин запретили после исследования в 2010 году, когда по его результатам выяснили, что у людей, его принимавшие, на 16% повысился риск инфарктов и инсультов. Вы скажете, как же тогда этот опасный препарат попадает в руки без рецепта? Вот, смотрите, что написано на большинстве онлайн-аптеках, без комментариев. Формальности соблюдены и ладно. Ни один доктор не назначит только одни препараты. Вы должны будете подкорректировать свое питание и нахаживать 10-15 тысяч шагов. Лишние килограммы мы медленно, терпеливо копим месяцами и годами. Привыкаем заедать стрессы, ищем недостающих эмоций и закатываем глаза от восторга, когда находим. Награждаем себя едой, тратим на формирование неправильных привычек и ассоциаций время и средства, не обращая внимания, как С-очка стала слишком тесновато, М-очка что-то мыломерит, а там L-XL в какой-то степени уже на вас. Выводы, как всегда, делают только вам. Как и быть ответственным за свое здоровье. Ставьте лайк, если видео было полезным. Так его посмотрит еще большее количество людей. На этом все, но только в этот раз. Увидимся. Пока-пока.